Михаил Карлович Ливандовский, май 1890 года, Тифлис, 29 июля 1938 года, Москва, советский военный деятель, командарм второго ранга, молодые годы, родился в семье обрусевшего польского крестьянина, отец был призван в российскую армию на срочную службу, после ее окончания остался антерофицером на сверхсрочной службе, мать русская. В 1892 году отец скончался от желтой лихорадки, через несколько лет мать вновь вышла замуж за терского казака и семья переехала на его родину в Станицу Николаевское Сумжинского отдела терского казачьего войска, там окончил трехлетнюю церковно-приходскую школу. Позднее семья переехала в Грозный, где отец стал работать кочегаром на нефтеперегонном заводе. Михаил работал масленщиком на том же заводе, затем рассыльным в почтовой конторе учеником наборщика в типографии. Окончил Грозненское и городское четырехлетнее училище и Грозненское и реальное училище. В 1910 году, как выходец из казачьей семьи и сумел поступить в Владимирское военное училище, окончив его в 1912 году, служил в 202-м Горейском пехотном полку, расквартированном в Кутаисе, младший офицер пулеметной команды полка. С 1914 года на фронтах Первой мировой войны участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии, в Галисе, под Варшавой. Повышен в должности до командира пулеметной роты, награжден пятью боевыми наградами, в боях был дважды контужен, во второй раз тяжело. После выздоровления зачислен в Тифлийскую школу прапорщиков, курсовым командиром и преподавателем военного дела. С марта 1916 года служил в 1-й броневом автомобильном дивизионе в Петрограде, начальник отделения, начальник отдела, воинское звание, штабс-капитан. Проходя службу в Петрограде, оказался вовлеченным в революционные события 1917 года, в том числе участвовал в подавлении Корниловского выступления. Стал командиром броневого дивизиона, сразу после Октябрьской революции участвовал в подавлении мятежа Керенского-Красного. С началом демобилизации русской армии в январе 1918 года вернулся к семье в Грозный. Гражданская война, в условиях фактического безвластия, разгула бандитизма и непрекращающихся чеченских налетов на Грозный, вступил в роту рабочей самообороны Грозненского нефтеперегонного завода. Вскоре на собрании бойцов фрота был избран ее командиром. С марта 1918 года ответственный организатор Красной гвардии в Грозном, а также военный комиссар Грозного и Владикавказа, с мая 1918 года народный комиссар по военным делам Терской Советской Республики, находясь во Владикавказе на съезде горских народов, оказался застигнут белогвардейским мятежом. Возглавил оборону здания, где размещались часть делегатов съезда и штаб местного гарнизона. Трое суток отбивал атаки белых казаков, затем с боем прорвался из окружения и привел отряд в Беслан. Оттуда во главе Красногвардейских сил начал наступление на Владикавказ и выбил мятежников из города 11 августа 1918 года. В 1918 году близко познакомился с ГК Арджиникидзе и в дальнейшем стал его надежным соратником. В начале 1918 года вступил в партию эсеров-максималистов. В августе 1918 года зачислен в Красную армию и назначен командующим Владикавказско-Грозненской группы войск. В боевых действиях на Северном Кавказе, главной особенностью которых была почти полная изоляция Красных войск от остальной территории РСФСР, проявил себя умелым командиром, способным активно действовать против превосходящего по численности противника. Мастером обходных маневром и умеющим пользоваться разобщенностью вражеских сил. С декабря 1918 года начальник оперативного отдела 11-й армии Южного фронта. С января 1919 года командующий войсками Красной 11-й армии. К тому времени положение Красных войск на Северном Кавказе стало полностью безнадежным. Войскама и Деникины Бечерахову удалось лишить их последних путей снабжения и выбить из крупных промышленных центров. В этой обстановке организовал поход остатков армии на Растрахань. В начале похода заболел тифом и доставлен в Астрахань без сознания. После выздоровления принял участие в обороне Астрахани. В марте 1919 года был начальником западного боевого участка Кавказско-Каспийского фронта. Командиром 1-й особой кавалерийской дивизии с 13 февраля 1919 года по 20 марта 1919 года. С апреля 1919 года командиром 7-й кавалерийской дивизии. С мая 1919 года начальник 33-й стрелковой дивизии, которую сам же сформировал в Астрахани, во главе ее переброшен на Дон, участвовал в боях против войск Деникина, Мамонтова и восставших донских казаков. Отличился при освобождении Донбасса и в боях за Ростов-на-Дону в начале 1920 года. С марта 1920 года командующий вновь сформированной 11-й армией. Во главе ее вел наступательные операции по уничтожению последних группировок Деникинской армии на Северном Кавказе. В мае 1920 года провел операцию по захвату Азербайджана и свержению мусаватийского правительства. С июля 1920 года по май 1921 года командующий 9-й армией, во главе которой отличился при уничтожении Улагаевского десанта, а также в советско-грузинской войне. Одновременно в октябре 1920, январе 1921, командующий терской группой войск, с января по март 1921, терско-дагестанской группой войск, в марте-апреле 1921, командующий 10-й терско-дагестанской армией, Кавказского фронта, член РКП с 1920 года, послевоенное время. В июле-сентябре 1921 года, губернский военный комиссар Тамбовской губернии, с сентября 1921 года, помощник, затем заместитель командующего на войсками Северокавказского военного округа. В 1923 году получил тяжелые травмы в автомобильной катастрофе, осложненной начавшимся заражением крови, долгое время лечился. С апреля 1924 года по ноябрь 1925 года, командующий войсками и член РВН Совета Туркестанского фронта, руководил борьбой с басмачеством на всей территории Средней Азии. С ноября 1925 года, командующий войсками Кавказской краснознаменной армии. С марта 1928 года одновременно уполномоченный Народного комиссара по военным и морским делам СССР при Совете Народных комиссаров ЗСФСР. С октября 1928 года начальник главного управления ИРКК. С декабря 1929 года, командующий войсками Сибирского военного округа. В 1932-1933 годах стажировался в германском рейхсфере. С ноября 1933 года, вторично назначен командующим войсками Кавказской краснознаменной армии. А когда в июне 1935 года на ее основе был сформирован Закавказский военный округ, стал его командующим. В 1935 году провел первый в СССР крупномасштабные военные маневры в условиях высокогорных районов. С июня 1937 года, командующий Приморской группой войск особой краснознаменной и дальневосточной армии, член военного совета при Народном комиссарии обороны СССР, член ЦИК СССР, депутат Верховного совета СССР первого созыва, репрессии. 23 февраля 1938 года арестован, признал себя виновным в участии в антисоветском, троцкистском и военно-фашистском заговоре в РКК. 29 июля 1938 года приговорен военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день в Москве, место захоронения, коммунарка, определением военной коллегии Верховного суда СССР. 28 апреля 1956 года реабилитирован наградой Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Красного Знамени Азербайджанской СССР, Орден Трудового Красного Знамени Таджикской СССР, Орден Святого Станислава Второй степени с мечами.